здравствуйте ребята сегодня на уроке мы продолжим разговор о том как устроено наше тело если бы я спросила вас кто управляет вашим организмом конечно я сам ответили бы вы но не все процессы вы можете контролировать самостоятельно вы не можете приказать сердцу биться быстрее заставить свой желудок прекратить переваривать пищу обычно вы не замечаете как моргаете и дышите ваш организм это сложный механизм состоящий из множества частей для его правильной работы необходимо слаженная согласованная работа каждой его части такую согласованность обеспечивает нервная система тема нашего урока нервная система человека нервная система соединяет все части организма в единое целое и руководит его работой она подобна телефонной сети соединяющей все части тела с мощным центральным компьютером головным мозгом его верным помощником спинным мозгом вместе спинной головной мозг образует центральную нервную систему от центральной нервной системы отходит густая сеть нервов это словно телефонные провода которые подходят каждой мышце каждому органу и связывают их с головным мозгом если все нервы соединить в одну нить то ее длина будет в четыре раза больше расстояние от земли до луны нервы образуют периферическую нервную систему от греческого слова периферия что означает окружность по одним нервам информация об окружающей среде от органов чувств поступает в отделы головного и спинного мозга эта информация идет в виде электрических импульсов головной мозг наш главный центральный компьютер расшифровывает эту информацию сравнивает ее с уже полученной запоминает и принимает решение по другим нервам его команды двигаются к рабочим органам или мышцам нашего тела например глаза увидели красный свет светофора эта информация по нервам пришла в головной мозг он принял решение остановись и отдал команду мышцам ног прекратить движение другой пример вы случайно дотронулись до горячего утюга вы еще не успеете почувствовать боль а ваша рука дернется что же произошло чувствительные клетки руки почувствовали жар это опасно для организма сигнал об опасности понесся с огромной скоростью по нервам в спинной мозг оттуда мгновенно поступил сигнал мышцам руки немедленно сократится рука дернулась как бы сама собой это сработал защитный рефлекс одновременно сообщение отправилась головной мозг сработал центр боли и вы почувствовали жжение боль боль это реакция организма на опасность безупречную слаженную работу нервной системы обеспечивают 20 миллиардов нервных клеток нейронов каждая нервная клетка похоже на паучка сидящего в центре своей паутины нервные клетки состоят из тела и отходящих от него отростков относительно коротких ветвистых дендритов и одного длинного отростка аксона именно по отросткам как по проводам передается информация в виде электрических сигналов с помощью отростков соседние нейроны соединяются между собой вы уже знаете что часть пути электрические сигналы проходит через спиной мозг он находится внутри позвоночника спиной мозг осуществляет соединение головного мозга с другими частями организма спиной мозг разделен на 31 участок от каждого из них правую и левую половину тела отходят нервы пронизывающие все наше тело спиной мозг отвечает за движение человека он следит за работой некоторых внутренних органов собирает информацию от органов чувств об окружающей среде чтобы спиной мозг чувствовал себя комфортно своем природном футляре позвоночнике необходимо всегда сохранять прямую осанку поэтому сидя за столом или партой всегда держите спину прямо занимайтесь физкультурой чтобы укреплять мышцы спины берегите свой позвоночник помните что при переломе позвоночника повреждаются нервы это может привести к частичному или полному обездвиживанию человека при серьезном несчастном случае не перемещайте человека до приезда врачей спиной мозг соединяется с головным мозгом центральным компьютером нашего организма мозг человека надежно защищен черепом при рождении ребенка масса мозга составляет всего 360 граммов к 20 годам мозг достигает своего предельного веса до полутора килограммов головной мозг контролирует наши ощущения движения отвечает за формирование эмоций мыслей руководит работой внутренних органов мозг состоит из трех основных отделов большие полушария мозжечок и ствол мозга поговорим подробнее о каждой части и так мозг разделен на два полушария левая и правая каждая из которых имеет четыре доли лобную теменную затылочную височную полушария снаружи покрыты слоем серого вещества корой головного мозга она вся изрезана глубокими щелями и бороздками и напоминает грецкий орех правая полушария контролирует левую половину тела а левая полушария правую половину тела у большинства людей одна половина мозга развита лучше от этого зависит правша человек или левша если у вас больше развита левая полушария то вы правша а если правая полушария то вы левша мозг разделен на зоны каждая из которых выполняет свои обязанности одна воспринимает звуки другая различает цвета третья реагирует на запах есть зоны отвечающие за умение говорить петь двигаться писать читать мыслить запоминать каждая из этих зон выполняет свою собственную работу и в случае необходимости посылает сигналы всем остальным таким образом мозг функционирует как единое целое затылочной части мозга расположен мозжечок он обеспечивает равновесие и координацию движений ученые сравнивают его с вычислительной машиной которая молниеносно программирует траекторию предстоящего движения и безошибочно включает нужные мышцы когда вы идете вы не задумываетесь о том когда поднять ногу а когда опустить об этом думает ваш мозжечок если мозжечок будет работать неправильно человеку будет трудно передвигаться и он может упасть третий отдел мозга ствол мозга это протяженное образование продолжающие спиной мозг он соединяет все участки мозга между собой мозг работает непрерывно его клетки получают 10 раз больше пищи и кислорода чем любые другие клетки не случайно поверхность головного мозга оплетена сетью кровеносных сосудов по ним к нейронам поступает пища и кислород когда вы сидите в душной комнате у вас начинает болеть голова это клетки мозга сигнализирует о том что им не хватает кислорода необходимо подышать свежим воздухом или проветрить помещение а устают ли клетки мозга конечно нервная система тоже нуждается в отдыхе мозг отдыхает во время вашего сна течение всего дня он непрерывно получал разные сведения впечатления теперь нервным клеткам необходимо время чтобы обработать эту информацию выделить главное запомнить его пока мозг выполняет эту работу вы спите во сне ваш мозг готовится к следующему рабочему дню и одновременно отдыхает поток крови во время сна сосудок головного мозга уменьшается почти на половину поэтому так важно высыпаться не засиживайтесь подолгу перед телевизором или компьютером спите не менее 9 10 часов тогда ваш мозг успеет отдохнуть и вы не будете утром чувствовать усталость но не все клетки мозга засыпают кому-то нужно следить за работой внутренних органов и предупреждать организм о возможной опасности ваш мозг устанет если будет очень долго выполнять одну и ту же работу поэтому устраивайте себе перерывы и скульт минутки мозг как и мышцы можно тренировать играйте больше в шахматы шашки решайте логические задачи учите наизусть стихи таким образом вы разовьете свой мозг теперь вы знаете что нервная система согласовывает работу нашего организма наш урок завершён до новых встреч